книга открытым оком тема богослужения 7 том вопрос 1992 но все-таки помощь же есть от мощей и люди так любят поклоняться им ища защиту у преподобных отвечает игнатий тихонович лапкин так то так да беда в том что это уже настоящий идолопоклон сосветится это не к богу всем умом и всем сердцем а к святому и к его мощам это обогатворение не им и мы иные помощи разве тебе в кавычках и есть самое настоящее отвержение от бога и от библии и это насадили сами эти чьи мощи сегодня режут дробят и поклоняются им противить божьему указанию предавать земле тела всех без исключения жития святых иларион великий 21 октября не следует умолчать и о том что сделала вышеупомянутая констанция будучи добродетельной и имея великое усердие преподобную илариону она по смерти его стала часто ходить к его гробу молиться по целым ночам и беседы с ним как живым прося молитв за себя когда она узнала что тело святого украдено то от горести упала и умерла и своей смертью показала какую она имела веру и любовь ко святому гурий митрополит 4 октября открывший гров святого гурия они нашли его наполненными благовонными миром тление коснулось лишь немногих верхних части губи губы даже ризы святителя были целые казались крепче новых подобным образом открыли гроб святого в арсенофии и также обрели мощи его целыми и нетленными как и мощи святителя гурия тление коснулось лишь только ног преподобного но не разрушила костей совершенно крепких евдоким 3 31 июля мать приказала снять камень откопать землю и открыть ракку когда было это сделано то увидели тело святого ничуть не исцелевшие лицо светлое как живое и устав своей естественной красоте хотя святой был в земле уже 18 месяцев однако нисколько не изменился был как живой только уснувший великое благоухание исходил от него и вынесли раку с мощами из земли наверх когда мать пожелала облечь сына в новые одежды случилось тут быть одному пришельцу монаху по имени иосифу мужу добродетельному в сане пресвитера он поднял из раки тело святого как живое его руки и ноги свободно сгибались инок снял с тела святого прежней одежды и с ног сапоги без всякого труда ибо сами руки поддавались раздеванию и ноги разуть и облегший тело в новую одежду опять благочинно положил его в раку мать пожелала взять и отнести с собой византию чудотворное тело своего возлюбленного сына но жители той страны собрались и не дали ей тело говоря так хотя звезда сия взошла из твоей утробы но у нас совершился заход ее и снова ясней она воссияла чудесами хотя от тебя возросла сия добра добрая лоза но у нас принесла сладкие плоды целебной благодати если бы бог желал чудесным мощам угодника быть другом месте то разве не мог бы живым возвратиться туда откуда он пришел к нам о добрая мать не против судьбе божьим и не завидуй нам в нашем даре достаточно тебе той славы что ты родила от такого святого на такие слова мать замолчала и про бывший несколько дней при гробе сына попрощалась со всеми и возвратился разратилась домой выше упомянутый иеромонах иосиф сделался блюстителем мощей святого угодника и некоторое время прибыл при нем но потом нашедший удобное время тайной ночью взял мощи праведника и ушел с ним в царьград сергий радонежский 25 сентября лишь только собравшись и открыли гроб преподобного тотчас же великое благоухание распространилось кругом тогда увидели дивное чудо не только честное тело преподобного сергия сохранилось целым и невредимым но тление не коснулось даже и одеяния его по обе стороны гроба стояла вода но она не касалась ни мощи преподобного не его одежды и солнце заходит но слава сего чудотворца никогда не исчезнет она будет сеть вечно ибо священном писании говорится а праведники живут вовеки премудрец сломана 5 15 стихотворение давно в дни юности минувший во мне горел огонь святой тогда души тогда души моей покой был безмятежен и живущий в ней дух невидимо хранил ее от злобы и сомнения от пустоты тоски томления и силы чудную живил но жизнью я увлекся шумный своей невинностью свою невинность красоту и светлый мир и чистоту не мог я сохранить безумный и вихрем страстных увлечений охваченный я погибал но снова к богу я возвал слезами горьких сожалений и он проник к моим стенанием и мир и мира ангела послал и к жизни чудной вновь призвал и исцелил мои страдания преподобный варсонофий оптинский